привет всем любителям хорошего качественного звука с вами лифчук александр канал звукомания в этом видео я расскажу про колонки eltax eltax century 430 в прошлом году я провел серию обзоров недорогих напольных колонок со множеством динамиков и одним из которых была целешен c3 в шести штук динамиков в одной акустике в последнее время меня очень сильно интересует тема акустика где установлено много динамиков и вот акустика eltax century 430 необычном дизайне весьма узкие корпуса и множество динамиков 5 штук в одной колонке и наконец-то она приземлилась в моем помещении для прослушивания и мне удалось все-таки заполучить эту очень редкую пару акустики eltax для этого обзора цена кстати на акустику eltax century 430 всего 18 тысяч рублей и динамики используются в напольной колонке скромных размеров акустика продаются по удивительно доступной цене я уже говорил 18 тысяч рублей при такой необычно низкой цене я не ожидаю совершенства но это было бы выгодной сделкой даже если бы звук был бы просто хорошим тем не менее они звучат лучше чем просто нормально так что планка для них выше чем для других в этом ценовом диапазоне отделка представляет собой обычный текстурированный черный винил который в наши дни можно увидеть во многих колонках в том числе на гораздо более дорогих их с решетками они на самом деле просто высокие безликие черные ящики с логотипом eltax снизу без решеток они выглядят более утилитарно в них больше индивидуальности вообще eltax century 430 занимает не так много места в комнате что придает колонкам ощущение как будто они умоляют чтобы им дали музыку для воспроизведения прямо сейчас я был весьма заинтересован в этой теме множество динамиков в колонках эти колонки никого не ослепят своим внешним видом но и слишком они не так просты чтобы обидеть если их поставить посреди комнаты они скорее всего исчезнут вашей комнате колонки выглядят непритязательно эти модели eltax очень интересны в акустике eltax century 430 используются низкая среднечастотные динамики на мягком подвесе с бумажным диффузором на ощупь это хорошо поскольку эти динамики не имеют серьезных каких-то эффектов разрыве звука а теперь по прослушиванию впечатлением в моей комнате для прослушивания тестирования установила акустику eltax 430 с расстоянием между задней стеной и боковой стеной и равным расстоянием между акустикой и местом прослушивания расстояние прослушивание от акустики составляла около трех трех с половиной метров техника под эти колонки была найдена путем подбора и соотношения цена-качество и так усилители клон найм на 200 и fm 711 источник внешний цап на 1794 чипе кабели монстр кабель xln 16 с кабель юсби фуру тех gt2 важно эквализация с поправкой на помещение не использовалась вообще но для фильмов я использовал сабвуферы или один сабвуфер чтобы дополнить бас частотой кроссовера после некоторых экспериментов с различными углами позиционирования также после изучения и всевозможных прослушиваний закончил тем что использовал очень жесткое схождение которое пересекала акустику в точке далеко передо мной может показать совсем странным но так eltax зазвучали больше и лучше всего альбом ирина богушевская нежные вещи был как-то давно подсказан другом в качестве хорошей акустической записи для ощущения тонального баланса и образа и после прослушивания я должен сказать что он прав богушевской помогает команда первоклассных музыкантов играющих на очень хороших инструментов и очень хорошо чтобы воплотить в жизнь этот набор изящных композиций этот динамично нежный альбом отличного качества который можно слушать как качестве музыки так и для критической оценки звуковой системы вокал впереди и в центре прямо в центре звуковой сцены все инструменты звучат детально и хорошо сбалансировано и четко несмотря на то что акустика действительно дешевая не обнаружил каких-либо явных недостатков или проблем в их ценовой категории возможно было некоторая нехватка средних частот которые можно было услышать в большом довольстве на более дорогих колонках например те же целешен c3 но опять же это могло быть просто моими ожиданиями влияющим на мое восприятие учитая компромиссы цены другими словами я должен быть осторожен в ошибках воспроизведение звука потому что я ожидаю искаженного звука из-за сверх низкой цены колонок ни одна акустика не идеально и такие недорогие колонки обязательно будут иметь недостатки но я не знаю слышал ли я какие-либо реальные недостатки слушая богушевской учитывая цену у этих колонок я был очень впечатлен звуком ну я выкрутил звук звук настолько насколько по моему мнению колонки могли безопасно выдержать и им удалось стать довольно громкими вероятно настолько громкими насколько большинство людей когда-либо хотели бы слушать такую громкость для удовольствия имея 160 ватный усилитель мощности fm 711 не являются конечно колонками для вечеринок но они могут зазвучать прилично на относительно громких уровнях эти колонки не подходят для больших помещений но для средней и меньшей комнаты я думаю большинство людей будут удовлетворены их динамическим диапазоном и их качеством звука эти колонки ltex 430 не подходят для больших помещений но для средней и меньшей комнаты я думаю большинство людей будут удовлетворены их динамическим диапазоном и их качеством звука которая продолжала меня впечатлять учитывая их цену основной вопрос от 430 это насколько хороши могут быть такие напольные колонки за 18 тысяч рублей аж с пятью динамиками ведь это очень низкая стоимость для полочных колонок не говоря уже о напольных колонок но методы снижения затрат довольно очевидны корпус узкий а драйвер очень мощные но любая конструкция акустики это вопрос компромиссов и в таких недорогих колонках лучше задаться вопросом что они делают правильно они сосредотачиваться на мелких недостатках сильные стороны акустики ltex century 430 они начинаются с далекого внеосевого отлика что является феноменальным для недорогих колонок если использовать этот внеосевой отлик на благо слушателя он может дать хороший сбалансированный звук еще одним продолжительным свойствам является то что басовая характеристика также неожиданно ровная для акустики такой стоимости в закрытых ящиках электрическая нагрузка акустики делает их абсолютно безвредным для любого аудио усилителя несмотря на множество динамиков с колонками легко справится любой усилитель и усилитель мощности в том числе но желательно не маломощник и конечно же цена делает их доступными для гораздо большего числа людей чем многие из напольных колонок по этой цене за пару которые я рассматривал в последнее время еще один плюс который я обнаружил во время работы с ltex 430 заключается в том что они предлагали мне длительные сеансы прослушивания их было очень легко слушать часами даже на высоких уровнях громкости без утомления слуха возможно это как-то связано с твиттером но какой бы ни была причина и несмотря на их превосходную точность никогда не начинали звучат сверх аналитическое сверх детализированно но ярко свежо и не аналитично бас который они воспроизводили имел ту же четкость и детализации который мне нравится в аудиодипозоне бас гитара звучала чрезвычайно чистая и отчетливо обеспечивая прочную основу для песни однако им не хватило веса и полноты который я слышал от некоторых других напольных колонок например те же целейшин c3 ну а теперь по итогам ltex century 430 возможно не идеальные колонки но мне было очень весело и хорошо с ним понимая уникальное поведение из пяти динамиков я мог манипулировать ими для создания различных видов звуковых сцен и тональности наклон их далеко наружу от слушателей создает очень большое натуральное звукоизображение но наклон их далеко вовнутрь действительно делает центральное изображение более резким и поскольку их далекий внеосевой отвлек настолько плоский тональность все еще остается относительно нейтральной я рекомендую наклонять их вовнутрь чтобы слушатель находился под углом к направлению их оси для на лучшего звучания как я уже говорил это странное расположение акустики но им удалось воспроизвести очень хороший звук я искренне рекомендую колонки ltex century 430 меломанам с ограниченным бюджетом они идеально подходят для тех кто хочет хорошего звука но не будет сильно волноваться очень сильно волноваться по поводу денежных вложений в акустику более того тем меломанам и меломаншам которые хотят уйти от компа колонок я бы порекомендовал попробовать просто чтобы послушать какой звук возможен из такой скромной конструкции звук который это акустика ltex воспроизводит привлекательный яркий свежий сбалансированный и артикулированный конечно он не сравнится по качеству звука с акустикой high-end класса идеального размера но при правильном подборе я могу сказать что они звучат очень хорошо неправдоподобно хорошо за эту а с вами был левчук александр канал звукомания и удачи найти свою напольную акустику удачи а